Возвращаемся к сегодняшнему заседанию у Кабинета Министров. Правительство обсудило готовность Красноярска к проведению зимней универсиады. Всемирные игры стартуют 2 марта. По словам Дмитрия Медведева, все основные работы выполнены. За 4 года в городе построены и отремонтированы более 30 объектов. Спорткомплексы, больницы, тароки. Зрители раскупили уже 110 тысяч билетов. Около 40 тысяч человек изъявили желание стать волонтерами. Это почти в 10 раз больше, чем нужно. Универсиада длится 10 дней. Наследие остается, естественно, на годы. Так было и в Казани, так было и в Сочи, в Москве, в Питере, ну и в других городах России, где проходили крупные международные соревнования. Надеюсь, что будут востребованы все спортивные центры, горнолыжные трассы, катки, тренировочные базы. Ну и просто нашим людям, тысячам наших людей, это даст возможность заняться физической культурой и спортом. Тем временем огонь зимней универсиады прибыл в Красноярский край, первый город, где его встретили Норильск. В эстафете приняли участие 18 покелоносцев. Часть дистанции они преодолели на лыжах, снегоходе и на артах, заряженных звездовыми собаками. А в пламя, заложенное в итальянском Турине, добавили частичку огня из плавильной печи металлургического завода. Уже 1 марта символ студенческих игр доставят в столицу универсиады. В Красноярске к старту всемирных игр прием у гостей уже все готово. На объектах универсиады с успехом проходят тестовые соревнования. Атлетов принимают с сибирским радушием. О том, как спортсмены и болельщики оценивают стадионы и уровень сервиса, в репортаже Алины Сануевой. Вместо традиционных хлеба и соли сибирское угощение, кедровые орехи с медом. Так, в Красноярске встречают хоккеистов из Финляндии, Швеции, Норвегии и Казахстана. Команды из этих стран будут участвовать в зимней универсиаде. Встречают гостей талисман универсиады, дружелюбная Юлайка. И знаете, с каким предложением к ней чаще всего обращаются? Можно ли сфотографироваться? Ну что, Юлайка, давай селфи! Спортсмены приехали в Красноярск на первенство мира по хоккею с мячом. Это одно из тестовых соревнований перед универсиадой. А для хоккеистов один из отборочных этапов на студенческие игры. Нас замечательно встретили. Это действительно классное большое событие. Хорошая команда, отличный турнир. Хотелось бы вернуться сюда в марте. Хоккей с мячом, или как его еще называют Бенди, будет представлен на универсиаде впервые. Принимать Бенди во время студенческих игр будет стадион Енисея. Объект функционирует и сейчас здесь готовят лед для тренировки хоккеистов. Стадион на месте старого возвели всего за пару лет, а гордостью строителей стали вот эти деревянные арки на крыше. К универсиаде готовы все спортивные объекты. Их успели не раз проверить. Например, в декабре и январе в кластерисопке прошло первенство страны по пристайлу сноуборду. Объект уникален не только для России, но и для мира в целом. Всего на одном склоне смогли расположить сразу несколько трасс самого высокого уровня. Сковорода даст понять, что у вас там ошибка 704. Все, внимательно смотрите, что вам выдает компьютер. Как обращаться с современным высокотехнологичным оборудованием, персонал обучают в краевом центре питания. Второго такого за Уралом просто нет. Именно здесь будут готовить завтраки, обеды и ужины для участников универсиады. Технология Куканчил, которая помогает нам охлаждать готовую продукцию за очень короткие сроки, при этом продлевать сроки хранения продукции на 5 и более суток. Это очень удобно для питания в таких масштабах. На предстоящие игры уже продали больше 110 тысяч билетов. Самые активные покупатели – красноярцы и жители соседних регионов, а также москвичи и петербуржцы. Есть самые топовые мероприятия, например, хоккей с шайбой, финал хоккея с мячом, фигурное катание, все, что связано со сноубордом, с фристайлом, на сопке уже закончились билеты. Билеты на хоккей с мячом, лыжные гонки, керлинг, биатлон и спортивное ориентирование купить еще можно. В любом случае стоит поторопиться. Последнюю партию билетов запустят в продажу на следующей неделе.